hola amigos как вам испанская кухня сегодня будем готовить сальмореху если вы не знаете что это такое смотрите до конца сальмореху точнее сальмореху кордовес почему кордовес потому что кордова это город который находится на юге испании в андалюси и там они создали вот такой суп потому что это холодный суп который обычно пьют летом естественно потому что там если вы были в андалюси очень-очень жарко летом за 40 градусов поэтому вот это сальмореху очень помог людям существовать в такой жаре сегодня я вам покажу как приготовить сальмореху очень быстро очень просто потому что это простое блюдо любой может это делать я не люблю готовить если честно но это так просто что хочется даже готовить поэтому сейчас сделаем сальмореху по колхозному отлично ребят а значит что нам нужно какие ингредиенты ингредиенте ингредиенте и ингредиенте нам нужно на начало томатес помидоры vale томатес 3 томатес и суффициенте тогда статус на три помидоры дальше хлеб пан пан дальше еще нам надо чеснок эль ахо чеснок я думаю что он диенте диаху он диенте диаху это достаточно потому что диенты это зуб и мы так и говорим суп аху зуб чеснок не знаю как у вас но вот это суп сейчас покажу это есть он диенте диаху зуб чеснок дальше что нам еще надо надо соль vale саль соль еще надо и напоследок надо африки 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 масло алибная алибная масло и потом можем добавить и то малый уэву и хамон хамон серрано таки тос де хамон то есть кусочки хамона пока мы готовим сальм орехо давайте коцер у него коцер у него барить яйца супер теперь режем хлеб на куски вот как-то так аккуратненько как видите кортамос и и панда и тросос на куски вот режем хлеб и теперь наливаем воду теперь наливаем воду до конца то есть вот так и чуть-чуть надо чтобы хлеб утонул весна вот как то так хорошо теперь у нас здесь есть немножко масло оливковое и теперь мы должны добавить томаты вали помидоры все эти помидоры и еще аху чеснок который мы до этого порезали моли вот вот он чеснок и вот это все еще здесь и размешаем размешаем чуть-чуть вот так немножко пока все будет вместе и еще добавим вот хлеб который у нас был мы все вместе вместе с балой без проблем мы это все вместе размещаем еще чуть-чуть немножко вот так а теперь ребята самое интересное для меня это все у нас получилась вот такая штука у меня получился немножко жидкий обычно это не так жидко но это все потому что я не добавил достаточно хлеб и теперь мы можем добавить наши яйца и я почти забуду еще надо наш любимый все друзья давайте попробуем вот это вкусняшка смеем еще чуть-чуть еще чуть-чуть я голоден tengo hambre я голоден и теперь добавляем наше наше яйцо так чуть-чуть еще больше и чуть-чуть хамочек И это все ребята, спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось вот это сальмореху, сейчас попробуем, и все, ка провече, пока!